Условия равновесия тел. Раздел механики, изучающий условия равновесия тела, называется статикой. Рассмотрим различные случаи равновесия тел, имеющих одну точку опоры. Повесим на гвоздь линейку так, чтобы она заняла положение равновесия. Если линейку отклонить в сторону, то под действием силы тяжести она возвратится в прежнее положение. Равновесие, при котором выведено из положения равновесие тела вновь, к нему возвращается, называется устойчивым. При устойчивом равновесии центр тяжести тела расположен ниже оси вращения и находится на вертикальной прямой, проходящей через эту ось. Теперь расположим линейку таким образом, чтобы центр тяжести находился на одной вертикальной линии с точки опоры, но выше нее. Рисунок 188b. Если линейку вывести из положения равновесия, то она больше в начальное положение не вернется, так как сила тяжести, действующая на линейку, препятствует этому. Равновесие, при котором выведено из равновесия тело, не возвращается в начальное положение, называют неустойчивым. При неустойчивом равновесии центр тяжести тела расположен выше оси вращения и находится на вертикальной прямой, проходящей через эту ось. Подвесим линейку на гвоздь так, чтобы центр тяжести линейки и точка опоры совпадали. Рисунок 188b. Линейка от толчков будет менять свое положение, но равновесие не потеряет. Равновесие называют безразличным, если при отклонении или перемещении тела оно остается в равновесии. При безразличном равновесии ось вращения тела проходит через его центр тяжести. Шарик, находящийся в устойчивом равновесии, показан на рисунке 189a. В неустойчивом на рисунке 189b и в безразличном 189v. Вид равновесия можно установить по изменению положения центра тяжести тела, когда его выводят из состояния равновесия. Если центр тяжести при этом поднимается, равновесия устойчивы. Если центр тяжести при этом опускается, равновесие тела неустойчивы. Если центр тяжести в любом положении тела остается на одном уровне, то равновесие тела безразличное. В устойчивом равновесии находится любое тело, висящее на нити. Лампа, люстра, грузик, отвесы и так далее. В безразличном равновесии находятся колеса автомобиля, велосипеды, другие вращающиеся части машин, у которых ось вращения проходит через их центр тяжести. Цирковые артисты, например, при ходьбе по канату, сохраняют равновесие, изменяя положение своего центра тяжести. Теперь рассмотрим условия равновесия тел, имеющих площадь опоры. Большинство предметов, окружающих нас, опирается на некоторую площадь. Например, дома, автомобили, станки и так далее. Возьмем призму на шарнирах. Рисунок 190А. К центру тяжести призмы прикрепим отвес. Будем постепенно менять форму призмы. Равновесие призмы остается устойчивым, пока линия отвеса проходит через площадь опоры. Как только линия отвеса оказывается на границе площади опоры, равновесие становится неустойчивым. Рисунок 190Б. При незначительном отклонении влево призма опрокидывается. Об устойчивости положения тела можно также судить по величине угла поворота, необходимого для приведения тела в неустойчивое равновесие. Чтобы тело заняло положение неустойчивого равновесия, его надо повернуть вокруг оси, проходящей через линию опоры. Чем больше угол α, на который нужно для этого повернуть тело, тем устойчивое первоначальное положение тела. Величина угла поворота, а следовательно и устойчивость тела, зависит от размеров площади, на которую оно опирается, от положения его центра тяжести. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...